Здравствуйте, друзья! Друзья, всем привет! Мы сегодня попытаемся разобраться в вопросе, когда же лучше обрезать наши деревья, весной или осенью? И вот тут очень много факторов, которых мы сейчас спросим у нашего Володи. Володь! Да, ну на самом деле фактор тут один и очень ключевой, это зима. Потому что дерево, с точки зрения дерева, все время с момента падения листьев и до пробуждения почек находится в одном и том же состоянии. Поэтому ему все равно, когда мы его обрежем, или в октябре, или в феврале, оно почувствует это весной одинаково. Но при этом у дерева после обрезки падает зимостойкость. Во-первых, могут подмерзнуть почки ближнее к срезу. И во-вторых, ну я не знаю, почему так часто бывает, но обрезанное осенью дерево зачастую подмерзает сильнее. Поэтому, если это у нас южное дерево, ну для каждой зоны свое, конечно, и оно находится на пределе зимостойкости и часто подмерзает, то такое дерево лучше обрезать весной. Вот мы, например, стоим около персика, который у нас регулярно вымерзает, и вы видите, что мы его не резали. Если это яблоня или груша, которые у нас в зоне, ну, на моей памяти, ни разу не подмерзали, то их можно смело резать и осенью. То есть, смотри, Влад, я хочу просто уточнить, какую температуру, вот допустим, яблоня и груша, это, наверное, ну и вишня, да? Ну, заразные, давай яблоня и грушу возьмем. Критическая температура, чтобы не подмерзла? Ну, где-то за 30. То есть, да, друзья, смотрите, мы всегда режем осенью. Почему? Потому что у нас минус 30, ну, наверное, не бывает никогда. Ну, на моей памяти было 28, одну ночь. И тот персик прилично тогда подмерз. Даже не обрезанный? Да, даже не обрезанный. Да, поэтому, хорошо, осенью, значит, преимущество осенью. Какие обрезки? Мы никуда не торопимся. То есть, мы в октябре, в ноябре можем спокойно, без снега, еще тепло относительно, еще сухо. Можно по дереву в день обрезать, не торопясь. А весной, получается, сокодвижение надо очень быстро все сделать? Весной вот у нас прошли сильные морозы, и у нас есть буквально неделя или две, скорее всего, окна между концом морозов и началом сокодвижения. Мы за это время должны вот кровь из носу все успеть. Хорошо, давай тогда сделаем такой мнимый диапазон, да, минус 30 градусов. Вот у нас не бывает, но если у людей вот бывает минус 30, им лучше тогда весной срезать? Да, если у людей бывают серьезные морозы, если это более северная зона, чем мы, то лучше обрезать, конечно, весной. Хорошо. Для яблони, груши мы определились, что минус 30. Единственное, другие культуры. Если это у нас укрывные какие-то растения, укрывной виноград, например, то мы его тоже обрезаем осенью. А не укрывной виноград мы по тем же причинам обрезаем весной. Хорошо. Для персика, вишни, абрикоса какие температуры критические? Ну, для персика это зависит от сортов. Для большинства сортов это может быть 22 до 25. Ну, некоторые 27 выдерживают. Вот киевский наш. Киевский ранний это где-то 25-27. Но он не подмерзал еще ни разу. Так, зимы были теплые. Да, согласен. Маленький. Если это яблоня или груша, то в зависимости тоже от сортов есть более-менее зимостойкие. Обычно зимние, менее зимостойкие, летние более. Если это местный сорт, то, скорее всего, тоже все будет нормально. Ну, где-то тоже за 30, когда идет. А вот вишни и абрикосы, интересно. Абрикосы, они, как правило, переносят зимы хуже, чем яблони, условно, но лучше, чем персики. И абрикосы, они чаще страдают от заморозков на цветение, чем от вымерзания древесины. Там тоже где-то как персик 25-27 градусов. Плюс вишня, слива, они не очень сильно боятся морозов. Они зимостойкие, они могут жить с северной стороны и в более северной зоне. То есть, правильно, Владимир, я понял, что весной обрезать, если сильные зимы, то лучше, потому что мы видим, что подмерзло, что не подмерзло, и тогда смотрим. Но минус самый большой тот, что если у вас много деревьев, можно просто не успеть. Потому что кроме обрезки искореняющего опрыскивания, куча всего нужно сделать. Ну и просто, наверное, можно. Ну да. Нам просто очень много задают в комментариях эти вопросы, как же лучше делать. Ну вот мы так виртуально разделили на два температурных диапазона. Ну и более-менее, наверное, что-то стало понятно, по крайней мере. Ну да. То есть, чем южнее, тем больше растений можно обрезать осенью. Хорошо. Ну то есть, и ты думаешь, что 25 может быть, поэтому персик мы не трогаем. Да, персик мы не трогаем, я боюсь. Вот и все. Все, друзья. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. Единственное, что, наверное, в окончании ролика я хочу спросить, Володь, зеленые операции, они вообще нужны? Зачем их делают, кроме как для формирования? Ну, зеленые операции, они повышают урожайность. На них хорошо реагируют деревья, особенно семечковые. Вот груша очень хорошо реагирует, персик очень хорошо реагирует. У него побеги текущего года начинают ветвиться. Уже в этом году. Это увеличивает количество цветочных почек, заложенных в том же объеме. И позволяет получить больше урожай. Зеленые операции, это классно, но трудоемко. Зеленые операции, их проводят, как правило, уже тогда, когда есть какие-то побеги. Их прищипывают или укорачивают их в течение лета. Итак, друзья, я думаю, что мы попытались разобраться и разобрались в этом вопросе. Вы, в свою очередь, нажимайте колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и не забывайте про наш инстаграм. Всем пока. Счастливо.